Приветствую! Приветствую! Возрастали в Божьей любви. И желание сегодня с вами поделиться одной очень замечательной темой. Тема, которая дает нам надежду, дает нам силы, дает нам крепость. И сегодня мы с вами поговорим на тему. Вопрос такой хочу задать вам. Хочешь ли исполниться Божьей полнотой? Хочешь ли ты, дорогой Божий человек, дитё Божье? Ты называешь себя Божьим детём, я называю себя Божьим детём. И вопрос, хотим ли мы исполниться Божьей полнотой? Аллилуйя! Не человеческой полнотой, а от изобилия пищи, чтобы мы раздались в стороны. Нет. Но чтобы наша душа процветала, чтобы наш дух, соединённый с Духом Божьим, влиял на нашу душу и на наше тело, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей, не какой-то частью, а всей полнотой Божьей. А у Бога вся полнота. И Он создал нас абсолютно прекрасными, здоровыми, полноценными, здравомыслящими личностями, наполненными Духом Божьим. Когда в Эдемском саду был создан человек, Он был наполнен Духом Божьим. Аллилуйя! И этот дух, Он преуспевал над душой и над телом. И душа и тело были в подчинении у Духа. И сегодня Господь через Иисуса Христа продолжает совершать эту работу в наших сердцах. Потому что ради этого пришёл Иисус, чтобы восстановить наше общение с Небесным Отцом. Чтобы через общение с Небесным Отцом, через познание Его мы возрастали. И чтобы и наш дух, и душа, и тело во всей полноте были перед Господом. Итак, дорогие, сегодня мы с вами посмотрим замечательное местописание, которое приведёт нас к ответу, как нам исполнится всей полнотой Божьей. Потому что Бог этого хочет. Бог желает благословить нас во всей полноте. Да и аминь. Да и аминь. И для этого Он хочет открыть нам свою любовь. И мы сейчас это с вами увидим через послание, которое оставил для нас апостол Павел, чтобы мы, изучив это послание, применяя его живое слово, возрастали в этом. Итак, дорогие, вместе со мной откройте послание Ефесиным, третью главу. И мы с вами прочитаем большой достаточно текст с 14 по 21 стих, 3 глава с 14 по 21 стих, и посмотрим, что нам рекомендует апостол Павел. И мы углубимся с вами сегодня в Слово Божие, и вы что-то получите для себя. Итак, 3 глава, 14 стих, послание Ефесиным. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». В этом первом стихе мы видим, речь идет о двух личностях. О двух личностях. Об Отце и о Господе Иисусе Христе. И нам очень важно знать, что есть Отец Небесный, есть Иисус Христос, Божий Сын, который является нашим Господом. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. От Него приобрело все название и все смысл приобрело и на небе, и на земле, без его участия». Мы понимаем, что да, на небе Господь, а на земле иногда нам это трудно получить это откровение, что и на земле все именуется от Него, и на земле Он тоже присутствует. «Додаст вам, додаст Он вам, Отец, по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». «Додаст Он, Бог», и тут появляется третья личность – Дух Его. Посмотрите, все три личности Божества присутствуют в том, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. И они работают все в гармонии, в совокупности над нашим сердцем. Посмотрите дальше. «Додаст вам по богатству славы своей». Каждое слово в Писании, вау, меня просто это зажигает и впечатляет, каждое слово имеет значение. «Додаст вам, Он хочет дасть, по богатству славы своей, у Него огромное богатство славы, великолепие, могущество, силы, славы, Он хочет дать. Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, в веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей». Пока мы здесь остановимся. «Чтобы вам исполниться всею полнотой Божьей». Вот этот знаменатель, которому мы с вами шли. Вот этот результат, которому мы шли. «Дабы вам исполниться всею полнотою Божьей», о чем мы начали сегодня говорить в нашем эфире. «Чтобы исполниться всею полнотою Божьей». То есть мы желаем исполниться всей полнотой Божьей. И для этого вот эти предыдущие ступени мы с вами прочитали. Итак, дорогие, для того, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей, нам важно понимать и разуметь, как Бог любит нас. О чем же здесь идет речь? Здесь речь идет только об одном важном фрагменте, важном основании нашей жизни, о котором говорит все Священное Писание, о котором говорит золотой стих Библии, который мы с вами знаем наизусть, который в первую очередь учат всех детей, всех верующих в церкви. Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Что сделал Бог? Возлюбил. И это, этот глагол, это действие Божье, что Он возлюбил. И этот глагол, это действие, оно не совершенное когда-то в прошлом, а оно действующее постоянно. Как это есть такая форма глагола, действующая в настоящем времени, континиум в английском языке, то есть продолженное время. То есть Он возлюбил, не просто когда-то возлюбил, а потом перестал любить, сделал дело и все. Он продолжает любить, Он продолжает любить. И вот именно это понимание, что Бог любит меня, любит тебя, оно перевернет твою жизнь. Дорогой человек, если ты примешь это откровение и будешь жить этим откровением, Бог любит меня. Вы знаете, в нашей христианской практике мы очень часто ищем различные постулаты, ищем какие-то принципы, чтобы начав применить их в нашей жизни, что-то начало у нас меняться. Мы начинаем, мы говорим о вере, мы говорим об исповедании, мы говорим о многих-многих вещах. Мы говорим о крещении Духом Святым, мы говорим о иных языках, мы говорим о прощении грехов, мы говорим о том, что мы должны делать, что мы не должны грешить, что мы должны омываться, очищаться кровью Иисуса. Все эти принципы имеют силу, когда есть четко сфокусированный принцип, на что мы фокусируем наше внимание, это на Божьей любви к нам. Есть тот, кто любит тебя. Может быть, дорогой человек, сегодня, находясь в каких-то сложных обстоятельствах жизни, ты думаешь, что нету никого, кто тебя любит по-настоящему. Может быть, от тебя отвернулись твои друзья или родные, и ты испытываешь, может быть, какое-то пренебрежение от своих родных, может быть, от своих родителей, от своих мужей, жен, детей ты можешь испытывать, или от своих друзей, или от своих сотрудников. Но, дорогой человек, в первую очередь нам важно знать, тебе важно знать и применять это откровение в своей жизни каждый день, даже каждый момент, каждого дня, знать, что Бог любит меня. Бог любит меня. Скажи это вместе со мной сейчас. Бог любит меня. Конечно, многие из вас скажут, и я так себе говорил, ну, я знаю, что Бог любит меня. Я знаю. Но когда это откровение, оно проникает глубоко в твое сердце, оно становится твоей сущностью, потому что сущность Божьего сердца – это любовь. Бог есть любовь. И если мы с вами встречали, что в старые времена люди думали, что Бог их ненавидит, если мы видим в Старом Завете суды Божьи и понимание человека, что Бог меня ненавидит, что Бог меня преследует, что Бог меня наказывает, то это было ложное понимание о Божьем естестве, о Божьем сердце. И благодаря тому, что пришел Иисус Христос, а Он пришел от Отца, и Он говорит, видящий меня видел Отца, и Он рассказал нам о любви Отца. За Иисусом следовали разные люди, и чаще всего ответ в Иисусе Христе находили простые люди, которые не были заморочены какими-то теологическими знаниями, какими-то глубокими пониманиями, которые знали закон, знали Писание, знали пророков, это были фарисеи, саддукеи, книжники, они не могли принять эту Божью любовь. Они не могли поверить в эту Божью любовь. Они все пропускали через призму закона. И закон перед ними стоял как стена, которая загораживала их от Божьей любви. А простые люди, которые понимали, что они не знают или даже знают, но не могут исполнить все заповеди, страдая в своем сердце, они тянулись к Иисусу, потому что они видели, что Иисус просто их любит. Потому что Иисус не задвигает какие-то супертребования, чтобы потом только, когда человек исполнит требования, любить человека. Он наоборот поставил все. Он сказал, я вначале хочу сказать, что я тебя люблю. И вся его проповедь, все его служение было направлено на то, чтобы показать Божью любовь к человеку. И он говорил именно о том, что я в первую очередь люблю тебя. В первую очередь я тебя не сужу. Я тебя не осуждаю. Это в первую очередь. И когда человек начинал понимать, что Бог его любит, и он начинал наполняться Божьей любовью, это давало силу человеку оставить грех, оставить свою греховную природу и не следовать за ней, за похотями и желаниями плоти, но отдаться Божьей любви и возрасти в этой любви. Вау! И это начало менять мир. И Иисус открыл эту тайну в первую очередь своим ученикам. Вы посмотрите, три с половиной года они находились рядом с Иисусом. Три с половиной года он вкладывал и вкладывал и вкладывал в них это понимание. Иисус открывал им Отца. Иисус говорил о сердце Отца. Иисус с разных ракурсов показывал и открывал им любовь Божью. И когда мы с вами читаем Евангелие, когда мы читаем послание Иоанна, мы видим, как сильно раскрывается Божья любовь. Апостол Павел, он, естественно, он тоже получил это откровение о Божьей любви. Эта любовь его ошеломила. Когда он шел в Дамаск убивать верующих, имея письма от фарисеев, от законников и книжников, он хотел уничтожать последователей Иисуса Христа, то в этот момент он был ошеломлен и потрясен Божьей любовью, когда Иисус встретился ему на пути. И когда Иисус раскрыл ему свое сердце, когда Иисус показал ему любовь, он стал возрастать в Божьей любви. И поэтому апостол Павел с нами делится этим откровением. Дорогой мой брат и сестра, очень важно тебе знать, что есть тот, кто тебя любит. Есть тот, кто тебя любит без условий. Послушайте меня, дорогие, это обогащает нашу жизнь, это радикально меняет наше сердце. Это откровение, что я любимчик Божий. Я любим Господом. Бог любит меня. Бог любит меня. Дорогие, мое пожелание, чтобы каждый день вы утверждались в этой любви. Утверждались и говорили, Бог любит меня. Когда вы проснетесь утром, начните думать о том, что Бог любит меня. Начни думать о том, что я любим Богом. Применяй к себе, говори эти слова. Я любим Богом. Бог любит меня. Открывая глаза, первая мысль пусть будет в твоем сердце, в твоих мыслях и в твоем сердце. Бог любит меня. Наслаждайся этим откровением. Бог любит меня. Бог, Отец любит меня. Бог, Иисус любит меня. Бог, Дух Святой любит меня. Пусть это откровение пропитает твое сердце, пропитает твои мозги, твои чувства, твои эмоции. Углубляйся в это откровение. Это простые слова, но начни говорить их. И если в твоей жизни, если в вашей жизни вы услышали что-то, что-то, что хочет поразить вас, дьявол хочет напугать и поразить вас, если в вашей жизни пришла какая-то информация, что ваши финансы обвалились, что у вас пришел какой-то кризис, что-то произошло с вашей семьей, с вашим имуществом, в первую очередь скажи сам себе, Бог любит меня. Бог любит меня. Бог любит меня. И ну и что? Ну и что, что это произошло? Бог любит меня. Дьявол хочет, не Бог хочет напугать тебя этими обстоятельствами, что у тебя что-то произошло и что-то не получается. Этот дьявол пытается тебя напугать этими обстоятельствами. Но когда в этот момент ты говоришь, Бог любит меня, ты знаешь, дьявол, он будет отступать. Он увидит, он будет видеть, что ты спрятан в Боге, что мы спрятаны в Боге, и он будет отступать. Он скажет, он просто отступит от тебя. И обстоятельства в твоей жизни будут меняться. Но в первую очередь, Бог любит меня. Говори это себе постоянно. Тебе пришла плохая новость. Говори, Бог любит меня. Ты не можешь заплатить за что-то. Продолжай говорить, Бог любит меня. Бог любит меня. И если Он за меня, кто может быть против меня? Кто может быть против тебя? Экономический кризис, болезнь, проблема, депрессия, уныние, печаль, плохое настроение твоих ближних, непослушание чьё-то, какой-то конфликт. Что может быть против тебя, если Бог за тебя? Послание римлянам, восьмая глава, говорит нам об этом. Бог за меня. Кто может быть против меня, если Бог за тебя? А почему Он за тебя? Почему Он за тебя? Но я же ошибся, я же вляпался, я же что-то неправильно сказал, неправильно сделал. Мы так поступаем, мы ошибаемся, мы принимаем неправильные решения, но от этого Божья любовь к нам нисколько не ослабевает. Я упал в грех, я вот это, вот это сделал, я был неправ. И что? Это меняет сердце Бога? Нет. Это не меняет Его отношение к тебе, Он продолжает тебя любить. И если твоя вера в Его любовь возрастает, если ты начинаешь применять это, то ты будешь приходить к Отцу в любви. Посмотрите на этих двух сыновей в этой известной притче о блудном сыне. Знаете, эту притчу о блудном сыне, ее уже как только не интерпретировали. Мы ее много-много раз слышали, и акцент всегда был на блудного сына, на этого сына, который ушел от отца, который согрешил, который растратил все, и потом он опомнился, вернулся к Отцу, и больше акцент был на то, чтобы нам опомниться и вернуться к Отцу. Это все правильно. Но давайте посмотрим сегодня в другом ракурсе на эту притчу. Возможно, вы уже смотрели на эту сторону, но я хочу, чтобы сегодня еще раз мы посмотрели на эту сторону, еще раз убедились в Божьей любви. Это Евангелие от Луки, 15 глава, и открывать его сейчас не надо, я просто процитирую. В этой притче трижды говорится о сердце Божьем. Первая притча о заблудшей овце, вторая притча о потерянной Драхме, и третья притча, которая занимает большую часть этой главы, говорит нам об отношении между Отцом и сыновьями. И в этой притче присутствуют два сына. Вы знаете, мы иногда, вот эти два сына, они отображают христиан в современности. Я верю в это. Конечно, это относилось и к иудейской культуре, и все это имело значение в то время, когда Иисус это говорил, и понимание такое вкладывалось в эту притчу. Но я хочу сегодня, чтобы мы увидели с нашей точки зрения, люди XXI века, представьте, вы никогда не узнали ничего иудейского, никаких иудейских обрядов, никаких иудейских обычай, правил, традиций. Вы просто читаете Писание. Вы язычник, который обратился из другого народа, и у вас ничего нет общего с культурой Израиля, с культурой иудейского народа. И вы читаете эту притчу. Вы просто видите отца, вы видите двух детей, двух сыновей. И знаете, что интересно в этой притче? Что эти два сына, они не знали Божью любовь. Они не знали, что отец любит их бесконечно. Они находились в доме отца, они росли рядом с отцом. Каждый пользовался какими-то благами, какими-то привилегиями. И во всем этом они воспринимали наверняка отца, как будто он все должен это для них делать. Да, отец их любил и все для них делал. И приготовил для них имение. У них было имение. И один из сыновей это имение забрал, растранжирил. Давайте посмотрим на сердце отца в этой притче. Во-первых, сын пришел к отцу, когда отец живой, и он сказал, дай мне мою часть имения. Знаете, если бы отец был жестокий, суровый, он бы сказал, он бы просто выгнал сына и сказал, убирайся вон с моих глаз, ничего от меня не получишь. Но мы видим, что его сердце было добрым, было сострадательным, и он позволил сыну отлучиться от себя, потому что он любил своего сына, и он не стал удерживать его имение. Он отдал это имение, долгую часть своему сыну. Уже другой вопрос, что сын с этим сделал, но отец в своем любящем сердце, он дал эту возможность сыну пользоваться всеми отцовскими благами. Он отдал ему часть имения. Это была его доля, и он стал пользоваться этими благами в своей жизни. Второй сын находился при отце и воспринимал отца в позиции, что он должен на него работать, что он должен быть как раб в доме. Его позиция была как слуги и раба. Откуда мы это знаем? Это мы знаем из последних стихов. Но когда блудный сын решает возвратиться к отцу, там прокручивается история блудного сына, и когда он решает возвратиться к отцу, не забудем, что мы рассматриваем, каков отец в этой притче. Когда он решает вернуться, и в мыслях сына, что я хочу вернуться к отцу, что в доме у отца моего много еды, много всего, и я смогу быть частью, хотя бы работать на него, хотя бы быть слугой в доме его. Сын хочет вернуться к отцу в такой позиции, но посмотрите, как встречает его отец. Неужели сердце отца суровое и жестокое, справедливое, когда справедливость выше, чем милость? Нет. Милость его превознесена над судом, поэтому он говорит. Он даже не говорит, он видит сына, который идет к нему, и отец не идет к сыну, он бежит к нему, он бежит. Отец любящее сердце Бога, отца, он бежит к нам навстречу, как только мы поворачиваемся к нему. Если мы сделали какие-то ошибки, дорогие, нам надо знать, что Бог любит меня, Бог любит тебя. И тогда ты разворачиваешься и бежишь к нему. Ты идешь к нему, возможно, потому что где-то, может быть, мы иногда сомневаемся, нам стыдно от того, что мы сделали, мы опускаем глаза, мы идем, мы под этой нушей греховной, под этой тяжестью осуждения, может быть, мы идем к отцу, но посмотрите, что делает отец. Да, нам нужно повернуться к отцу, потому что если мы к нему не повернемся, он не сможет излить свою любовь, если мы откажемся от этой любви и не примем ее. Скажем, я недостоин, я грешник, вообще грех меня разделил с Богом, я упал, я недостоин вернуться, я не собираюсь возвращаться. Потому что понимание отцовского сердца у нас здесь, что он суровый и накажет. Нет, он милующий, и он примет. Поэтому этот сын все-таки, какая-то мысль мелькнула в его голове, что он может вернуться к отцу. И посмотрите, сердце отца, мы рассматриваем сердце отца. Отец бежит к своему сыну, потому что он любит. Если бы отец не любил сына, он бы стоял надменно, гордо, подняв голову и сказал, ну-ну, ползи ко мне. Ну-ну, давай, я посмотрю, как ты смирился. Я посмотрю, чему ты научился в жизни. Сейчас ты ударился в грязь, и я буду смотреть на тебя. Ну-ну, давай, давай. Нет, 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 отец не такой. Отец небесный не такой, как наши земные отцы. Иногда земные отцы совершают такие ошибки. Эта человеческая природа возобладает верх над духовностью и пониманием Божьей любви, потому что отцы земные, они такие же люди, как и мы с вами. И они делают ошибки, они могут быть несовершенны. Но нас объединяет Божья любовь. И поэтому, дорогой человек, помни, что Отец небесный, Он любит. И когда Отец небесный, Бог Отец, Который принимает людей земных, принимает наши сердца, Ему не безразличны наши сердца, Он желает стать участником нашей жизни, Он желает нас благословлять, Он желает для нас открывать неоткрытые двери, Он желает для нас давать новые возможности, чтобы мы ими пользовались. А Отец говорит, Он бежит к своему сыну, потому что Он любит. И следующие шаги, которые предпринимает Отец, Сын говорит, Сын пытается говорить с отцом, пытается говорить, Да, он говорит, Да, я согрешил, Я виновен, Я нуждаюсь в тебе. И только он хочет сказать, Что я хочу быть просто наемником твоим, Посмотрите, Отец не позволяет ему это сказать. Отец останавливает его и говорит, Стоп! Ну, он не говорит, Там нету таких слов, Но я как бы обрисовываю эту ситуацию. Он говорит, Срочно, Слуги, Слуги, Несите, Несите одежду, Несите одежду для моего сына, Парадную, Царскую одежду. Хозяина дома Его облекают сразу в другие одежды, Одежды праведности, Одежды чистоты, Одежды святости. Послушайте, Сын еще ничего не сделал для отца. Он еще не сделал никаких шагов, Которые бы, Чтобы отец так посмотрел, Сказал, Ага, Я вижу, Да, 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 Ты изменился, Да, Теперь, Да, Дайте срок ему неделю, Две, Месяц, Я посмотрю, Как он себя ведет, И потом дам ему одежды. Нет, Он этого не делает. Бог, Отец этого не делает. Он тот же облекает нас в одежды праведности, В одежды чистоты, Святости. Он облекает нас. И он облекает этого сына. И посмотрите, что дальше. Он говорит, срочно, 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 несите перстень. Несите перстень. Ему одевают перстень, символ власти, символ управления в его доме. И сын получает это. Он получает право управлять. Он получает право быть не слугой, Хозяином дома. Вот что делает наш Отец Небесный. Он ставит нас над ситуациями, Над проблемами, Над обстоятельствами. Дает нам возможности. И следующее. Он говорит, срочно, несите сандалии. Сандалии, сандалии несите. Сандалии – это символ того, Что человек, Раньше люди, слуги и рабы ходили босиком. А это символ того, Что он принят в дом как хозяин. И он одевается в эту обувь. Дорогие, Бог любит меня. Говори себе это каждый день. Пропитайся этим откровением. Бог любит меня. Давайте вернемся к Ефесиным. Третья глава. Третья глава. И мы с вами прочитали. Мы с вами прочитали. И давайте посмотрим На 18 и 19 стих. Я попрошу сейчас вывести на экран Ефесиным третью главу. 18 и 19 стих. Чтобы вы укорененные И утвержденные в любви. В чем нам нужно укорениться И утвердиться? В какой любви? В своей человеческой любви? Как я люблю кого-то? Как я люблю Бога? Или как я люблю человека? Нет. Нет. Моя любовь очень зыбкая. Я сегодня могу любить. И если против меня что-то сделать, Я могу огорчиться. Я могу уже не любить. Я могу уже раздражаться. И даже ненавидеть. Потому что наши эмоции, Они зашкаливают То в одну сторону, То в другую. О, это так опасно. Но наше основание Это Божья любовь. Итак, вы укорененные И утвержденные в любви. В любви Божьей. Потому что мы с вами прочитали Пред Господом, Отцом нашим. Вы укорененные И утвержденные в любви Могли постигнуть Со всеми святыми. Вместе мы постигаем Как тело Христово Мы постигаем Его любовь. Вместе. Нам важно, Чтобы в наших церквях Проповедовалось о любви Божьей. Чтобы мы знали, Что мы укоренены И утверждены в Его любви. Чтобы все святые Мы могли возрастать Вместе в Его любви. Чтобы вы укорененные И утвержденные в любви. Как можно укорениться И утвердиться в любви? Знать, что Бог любит меня. Начиная это говорить каждый день. Говори утром, Говори в обед, Говори вечером. Бог любит меня. Я любим Богом. Я любимчик Божий. Я возлюбленный. Когда вы читаете Евангелие от Иоанна, Когда вы читаете Послание Иоанна, Он постоянно говорит, Вы возлюбленные детки. Вы возлюбленные детки. Если вы посмотрите оригинальный перевод, там стоит «детки» в смысле «дети». «Дети» в смысле «детки». Мы пред Богом, как малые детки. В Его очах мы никогда не становимся какими-то взрослыми, самостоятельными людьми, потому что Он хочет оказывать нам любовь и внимание как к детям, к маленьким деткам. И Иисус взял однажды ребенка, поставил и сказал, если вы не умолитесь как дети, вы не можете войти в Царство Небесное. Царство, где господствует любовь. Вы не можете войти. У вас будут претензии, если вы поставите себя не на уровень детей. Дети, они открыты, они восприимчивы, они доверчивы, они верят своим родителям любым словам, которые говорят родители. Поэтому мы верим тому, что говорит нам Бог. Он говорит «я люблю тебя», и мы верим, что Он любит. Он любит тебя. Укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Посмотрите, это безгранично вправо, влево, вверх, вниз. Это безгранично в духовном мире, в вечности. Это безграничное пространство, бесконечная, нескончаемая любовь Божья, потому что Он любит тебя. Это есть основание твоей веры. Почему я могу верить Богу моему? Потому что Он любит меня. Почему я могу надеяться? Потому что Он любит меня. Чтобы вы могли уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, нам трудно понять, почему Бог любит нас. По-человечески это невозможно. Я ведь ошибаюсь, я ведь несовершенный. Я допускаю какие-то мысли, я допускаю какие-то чувства. Я неправильно говорю что-то. Да, 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 мы несовершенны. Именно поэтому это нас восторгает, что Он любит нас, даже несовершенных, даже ошибающихся. И чтобы это выше нашего разумения. Мы не понимаем этой любви, но Он нас любит. Чтобы и когда мы начинаем постигать Священное Писание, исследовать его, мы понимаем, начинаем понимать сердцем любовь к Христову. И тогда, посмотрите, чтобы вам исполниться всею полнотой Божьей. Дорогие, тогда мы начнем исполняться всей полнотой Божьей. Итак, наш эфир подходит к концу. И я не успела объяснить вам 20-21 стих, которые имеют тоже значение. Но я прочитаю сейчас быстро, буквально одну минутку. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он может сделать несравненно больше. Почему? Потому что он действует... Вот идем от обратного. Почему? О чем он может сделать больше, о чем мы думаем или помышляем? Потому что он действует в нас силой. Он действует в нас силой. Какой силой он действует в нас? Об этом говорит предыдущий стих, 19-й. Любовью. Сила Божья — это его любовь. Он действует в нас силой любви. Когда наши сердца наполняются его любовью, тогда мы начинаем понимать его силу. Не до того, чтобы мы узнаем его силу, а потом мы начинаем любить. Сила любви его начинает менять нас. И тогда, исходя из этой силы любви, которая внутри нас, мы сможем делать и принимать его чудеса. Посмотрите, когда мы читаем с вами послание Коринфянам, апостол Павел пишет в Коринфянской церкви, «Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных». В первую очередь. Вы знаете, мы поменяли все местами. Мы начинаем искать чудеса, мы начинаем искать знамения, мы начинаем искать проявления духовные, но он говорит в первую очередь, достигайте любви. «Достигайте» — это значит, познавайте любовь. Открывайте для себя любовь. Открывайте для себя любовь в разных обстоятельствах вашей жизни. Говорите, что Бог любит меня. Бог любит меня. И эти обстоятельства, которые пришли в мою жизнь, в той или ином формате, я все равно знаю, что Бог любит меня. И когда вы начнете исполняться Божьей любовью, эта сила, она начнет преобразовывать вас внутри. И эта сила будет проявляться снаружи. И ваш дух, и душа, и тело будут в гармонии. И вы будете здоровы, вы будете преуспевать душой, зная, что все основано на Божьей любви. Итак, дорогие, будем постигать любовь Божью. Вот к чему призвал нас Господь. Постигать любовь Христову. Постигать любовь Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. И о Духе Святом я не успела сказать, но это написано Римлянам, 5 глава, 5 стих. И там написано, что любовь Божья извела сердца наши Духом Святым. Дух Святой и любовь соединились. Сила Божья пришла в излияние Его любви. И когда ученики дождались излияния Духа Святого, они получили понимание этой любви. Они укоренились в этой любви. И тогда, наполненные этой любовью, они пошли и стали служить людям. Дорогие, вот какая перспектива ожидает нас особым образом на новом уровне, на новой глубине познания любви Божьей. Да благословит вас Господь в этом. Мое пожелание вам. Укореняйтесь, укрепляйтесь в любви. Говорите, я любим Богом. Начните с этого. И начните искать эту любовь в Священном Писании и в своей жизни сразу на практике. Да благословит вас Господь. Да поможет вам Господь возрастать в этой любви. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Да благословит вас Господь и поможет вам. Люблю вас любовью Иисуса Христа. Оставьте ваши комментарии и возрастайте в любви Божьей. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok